Понял? Так и буду рассказывать. Да, сначала вот это покажу. Вот я и мои ученики. Вот это мы, вот это вот, это, когда отмечали 95 лет, это... И вы в образе Ломоносова, да? Да. Вот эта девочка вчера приходила, она закончила мехмат и работает, продолжает работать. Вот я что-то кому-то объясняю. Вот это старший брат. Вот это его семья. Значит, вот это правнук, а это праправнучка. Вот это вот, это вот правнука, жена и ребенок. Это где-то на фоне Евросоюза? Да, это в Калифорнии. В этой Калифорнии... Вот он... Вот он сидит, отмечивает... С товарищем там, он в ресторане отмечает это дело. А вот он, вот он там танцует. И он тоже фронтовик. Да. Вот он отмечает столетие. Вот его фотография. Внучка из Калининграда приехала. А как его зовут, Амир Александрович? Гера Григорий. Да. Значит, он большую должность занимал. Был начальником инженерных войск Закавказского военного округа. Вот так. Был там сначала полковником, а потом они были на встрече с Хрущевым. Хрущев, там же ему, в Москве, дал звание героя. Это героя. Не героя, а это генерала. Генерал... Генерал-майор. Вот так. Он в полном здравии, никакой зряхлости у него нет. Ну, замечательно. Это значит, у вас семейное, Амир Александрович. Все события, которые происходят на Украине, он анализирует. Одновременно это он получает сведения из Америки. Он в Америке живет, в Лос-Анджелес. Потом сведения из России и сведения из Украины. Анализирует их и, значит, во всяком случае рассматривает все это дело. Так, все, а что взять здесь? Так. Передальше. Что касается военных эпизодов, я такую вещь расскажу. Во-первых, путь весь от Подмосковья, Духовщина, Минск, Польша, потом Пруссия, Пруссия и Кенигсберг. Под Кенигсбергом меня хорошо ранило. Причем, почему так? Почему так хорошо? Потому что мы поставили пушку перед лесом. Через лес проходили немцы. и немец вышел прямо от моей пушки метров, наверное, но не больше 25 лет. Стрелял он. Рядом был пулеметчик с пулеметом. С пулеметом. Убил он его. Потом бросил гранату мою сторону. Я был уже тогда командиром Базареи 45-ти миллиметров пушек. В общем-то, я спрятался за щит. Но там меня хорошо ранили. Вот. И несмотря на это ранение, я не бросил, а это считаю своим плюсом, потому что я не бросил сержанта, который был тяжело ранен от этой гранаты. Это уже ближний бой. Вот. Я его вытащил оттуда, притащил его и сдал санитаром. Вот так. Сам пошел в медсанбад. В медсанбаде полечился. Это было недели две, наверное. Потом... Это уже 45-й год? Это 45-й год. Зима? Апрель месяц. Ага. Апрель. Вот. Командир это медсанбада мне говорит, вот давайте мы ее подлечили. Вот машина. Езжай ты, пожалуйста, в Кейсберг. Найди там аптеку и привези мне что-то есть подходящее для меня. Вот те два солдата и водитель машины. А машина такая. медицинская. Ну, какого-то будка такая. Я поехал туда. Посмотрел, что там делается. Нашел аптеку. И... Эта аптека находилась на улице Линденштрассе. Я еще запомнил. Улица Лип. В Кейсберге Линденштрассе. Да. И наполнил полную солдаты, конечно, нашли баллоны такие двух литров на 20 такие баллоны. Два баллона нашли со спиртом. Сразу себе взяли туда. Ну, и потом там много инструментов, много медицинских всяких. Все набрал и привез. через некоторое время это было 8 апреля 45-го года. 16 апреля посадили нас в теплушке. У меня был конь хороший, ветерок. Я с этим коньком, конем посадили нас и повезли. Куда повезли, неизвестно куда. Ехали, ехали. Время от времени останавливались, выгуливали лошадей, прогуливали их. Приехали в Москву. Сел я на ветерка на этого и хотел поехать, а меня брат уже там в академии учился. Младший брат. я сел и хотел поехать к нему. Мне, конечно, притормозили там. Притормозили и я вернулся. а тут женщина что вы хотели, что вы туда ездили. Я говорю, там у меня брат в академии. Дайте адрес, я вам приведу его. но она поехала. Через некоторое время она его привезла. Это на вокзале было? Да, мы в пригороде Москвы там находились. вода. Ну, а потом поехали. 30 суток ехали. и доехали до Лисозаводска. Это на Дальнем Востоке? На Дальнем Востоке. Близи границ Маньчжурии. Вот так. Эмилий Александрович, а вот война с немцами и война с японцами как-то отличались по ощущению? Отличались. Совсем отличались. Японцами американцы бросили атомную бубу как раз в это время. Ну, президент Микадо назвался. Император. Он отдал приказ о безговорочной сдаче. Они сдавались. В чем сдавались? Они там в Маньчжурии жили припеваючи вместе со своими семьями и с детьми. Это японки были. Японки были очень красиво одеты. Вели двух-трех этих детишек с собой. Наши принимали это. Но были отдельные стычки. отдельные. На такую стычку я попал. Одну. Мы группа японцев мы их преследовали вдвоем там с сержантом. Они отходили когда А этот китаец нес патроны у нас. Пачки патроны. Потом когда мы уже встретились с этими японцами он убежал с нашими патронами этими. А что касается нас у меня была винтовка кроме пистолет был. А винтовка немецкая была. Это японскую мы взяли. Японцы были там. Ну понимаешь я переживаю до сих пор. Я переживаю что зачем я убил японца. Убил я его. Ну за что мне надо было просто уйти. Он значит там группа этих японцев они остановились в разрушенном доме. Мы это подошли там постреляли потом в дверь вышел этот японец молодой такой парень у него сабля была он был от меня метров наверное 15-20 он поднял эту сам лю он ничего мне здесь делал на таком расстоянии уйди я выстрелил убил его и я никому даже не сказал полку там что мы встретились с японцами потому что напрасно я его убил на на следующий день японцы видели что идет какой-то бой они ушли ушли и бросили этого парня на следующий день мы по этому маршруту ехали там к озеру надо было поехать поехали я заехал в то место где убил этого японца а он уже там жарко было он уже вспух весь они его не взяли с собой эмилис но вот если так оглядываться назад все-таки война она чем остается вот сейчас в памяти то есть что самое большее вспоминается из времени войны ну война вообще была отечественная это очень убийственная а с японцами не так было и вот еще когда что мне запомнилось значит японцы эти сдавались в плен сдались в плен и был там офицер а мы там сидели завтракали мы пригласили этого офицера чтобы он тоже с нами позавтракал он пришел взял кусочек чего-то там кусочек взял поел и извините извинился и пошел к своим солдатам это раз трое мне поручили конвоировать ровно тысячу пленных японцев из одного города в другой там был пункт там где-то километров 25-30 наверное вот когда мы их вели мы их не кормили и они время от времени выходили из строя они строем шли строем по 4 человека они шли впереди везли мы офицера ну верно в чине майора на повозке везли и вот они что делали они выходили из строя их это а там кукуруза была там еще что такое они там хватали эту кукурузу и ели значит я вижу что они меня весь строили и все это мое накупс у меня было 15 этих конных офицеров конных солдатов на конях они пытались загнать они не загонялись потому что они кушать хотели я подъехал к этому офицеру и сказал вот смотрите вот это вот будем вот так стрелять показал жестами он не поворачивая головы а бам бам что-то сказал им они все встали в строй и продолжали движение мы один из них уже потерял силы так сержант тоже японский сгрузил себе на его на себя и тянул его километры несколько километров нес его вот такие были японцы а потом а я все морочил голову токио токио мол мы восток его а на самом деле на самом деле они попали в плен и потом погибали на стройках на дальнем востоке что-то такое на дороге работали железной дороги что-то в этих городах работали и там они города 3-4 находились в плену в Ростове тоже были показывали даже что через Москву проходила масса этих пленных это по телевизору показывали и они говорили что это примерно миллиона два огромная масса но это немцы это уже немцы здесь в Ростове немцы пленные ты наверное видел это да в 44-м году да это в 44-м году они уже массово сдавались и значит и этот коммитатор говорил что вот они потом их посадили в теплушке и развозили их по всем городам и в том числе и в Ростове Эмилий Александрович а вот после войны была ненависть к немцам ненависть к немцам после войны к военнопленным в Ростове тоже были но ненависть была к ним ненависть ненависть их ненавидели или они уже понимаешь жители Ростова их уже жалели иногда им хлеб давали иногда продукты им давали потому что им не хватало здоровые мужчины такие им не хватало этих продуктов а потом это опубликовывали письма вначале такие браурные были письма что мы русские бегут а мы идем и путь свободный а потом письма стали уже плохие что мы голодаем мы замерзаем мы такие несчастные и так далее вот так и еще один эпизод расскажу значит немецкая группировка где-то в районе Польши была блокирована так и немцы эти погибали от того что они пытались выйти а наши их не пускали и убивали и вот с товарищем Чуйков такой был Чуйков? да однофамилец полководца? ну мой товарищ Чуйков был он сибиряк сибиряк и делился с ним вот кончится война я построю пятистенный дом а пятистенный это значит отделяется так же там за этой пятой стеной там коровы там коды живность всякая он потом поим шли мы пошли в лес лес и вот этот орден отечественной воде мне за это дали пошли в лес он мне говорит смотри немцы сидят я говорю я им кричу дойче солдат они я вифер солдат сколько солдат они говорят фили фили много я говорю комхер иди сюда они идут кто держит пистолет в руках кто свинтол это какой год 44 и все говорят гитлер капут гитлер капут понятно снимают часы дают часы снимают часы дают часы два полных кармана часов я я говорю хватит чукова больше не надо пусть они хоть часть ездить построили построили я цвай цвай по два стали они да по-доброму мы гейн идите идите они стоят не идут они хотят чтобы я с ними шел а там пункт может быть метров пятьсот надо идти и на пункт сдать их да ну мы пошли я впереди чуков сзади потом идем идем из кустов выскакают двое нефть все тоже стали в строй ничего не уже и вот 32 человека мы привели привели их сдали ну у них кое-какие были продукты конечно наши солдаты в них кое-что отобрали а потом их кормили по дороге да и там одного генерала майора взяли в плен он сдался это там один из моих приятелей его конвоировал вот такие дела были